по этому заболеванию? Нет, у нас где-то в 17-м, по-моему, году было в Березовском районе, село Зыково. Мы тоже оперативно там локализовали этот очаг. На опыте ликвидации того очага мы действительно очень быстро выделили деньги на формирование эпизодического отряда, который существует при службе краевой ветеринарной. Мы оснастили его техникой, оснастили необходимым инструментарием. Сейчас это действительно очень такой боеспособный эпизодический отряд, который может выиграть любую точку и быстро прийти к локализации и уничтожению очагов болезни. С учетом сроков, которые вы озвучили, угроза еще выявления сохраняется? Да, будет идти процесс наблюдения. Не зря мы продляем на 30 дней, чтобы еще раз промониторить те территории, где у нас это произошло. Источник все-таки заболевания. Откуда он? Есть возможность его выявить? И второй момент. Есть какие-то профилактические мероприятия для того, чтобы не допустить? Ну, например, там вакцинация. Ну, начну со второго. Как уже говорил, вакцинации никакой нет по этому заболеванию. Она не профилактируется. Мы только констатируем с собой заболевание. И лечения от этого заболевания, как такого, тоже нет. Одно лечение – это уничтожение и сжигание. Значит, с точки зрения источника, до сих пор как бы ведутся, ну, будем так, следственные мероприятия. Откуда все-таки этот источник? Но по опыту этого заболевания, которое было в Березовском районе, даже когда мы приглашали в Московский институт пистологии, который нам, ну, вроде специалист, брали на анализ, только подтвердили, что это вирус и больше ничего. Мы предполагаем, но это только предположение, я думаю, что следственные органы, которые там ведут мероприятия свои, и я думаю, что это все-таки использование в откорме животных пищевых отходов. Пищевые отходы забирались данным, будем так, личным подсобным хозяйством и в пищеблоках города Абакана, города Минусинск. И сложно очень понять, откуда этот источник заболевания пришел. Пока вот так только. Егор Евгеньевич, пожалуйста. Вот на самом деле, если вот прямо с этой точки начать, очень многие на юге считают, что из Хакасии как раз пришел, что там было не очень правильно захоронение и так далее. Вы обмолвились, что коллеги в Хакасии тоже проводят соответствующие меры. Все-таки насколько вы их оцениваете, это первый вопрос, ну, насколько они такие же, как наши, и тоже дадут нам возможность одновременно выдохнуть, что все прошло. И второе, по восстановлению. Понятно, что будет выплата, но тем не менее, как-то восстанавливать хозяйство, особенно мало и необходимо. Будут ли какие-то возможности там переговорить с нашими крупными хозяйствами, еще как-то, чтобы восстановить потом, когда можно будет? Фигургенч, позвольте мне не давать оценку работы моих коллег. Ну, все-таки, да, это наши коллеги, и в меру своих сил и возможностей они предпринимают, я думаю, все меры абсолютно. С точки зрения восстановления поголовья. Ну, период абсолютно он пройдет, карантинный. Мы не можем запретить снова лично подсобных хозяйствам заниматься свиньями без вопросов. Но мы с вами уже и на вашей памяти давно приняли для себя, будем так говорить, одну такую линию. Не поддерживать развитие свиноводства в личных подсобных хозяйствах и в малых формах хозяйств. У нас ни одного гранта за последние, наверное, уже 8-10 лет. Мы не приоритете не отдавали этому направлению. Понимая, что вот существует вот такой прецедент по АЧС, который может выкосить любой свинокомплекс. Скажите еще, пожалуйста, Леонид Николаевич, на цене для потребителей это как-то повлияет последствия? Вы же можете оценить это? Я думаю, что нет, но я еще в реальном секторе находятся 387 тысяч у нас свиней. Здесь как бы 3860. Я думаю, что на потребительский рынок вообще это не повлияет. Это повлияет прежде всего, ну, будем так, на бюджет отдельной семьи. Да, кто-то, значит, планировал там вырастить для себя, где-то чего-то продать. Но, увы, случилось вот так, как оно случилось. В том, что мы уже, наверное, года 3-4, как сведением Красноярска и Синокомпельска, стали профицитной территорией по производству свинины, это да, это абсолютно точно. Спасибо. Вера Горовна. Спасибо большое. Леонид Николаевич, для понимания, потому что я с этим никогда не сталкивалась, я, может быть, прослушала, уничтожались свиньи, те, которые, вот, все подряд, или анализ брался там в хозяйствах? То есть все подряд, независимо от того? В угрожаемой зоне, которая обозначена федеральным законодательством, это минимальный размер угрожаемой зоны 5 километров, уничтожается все поголовье. Все, да? Понятно. Потому что мы-то сдаем анализы. Это в зоне наблюдения проводим анализы. Леонид Николаевич, учитывая значительную стоимость этих мероприятий, учитывая то, что это не первая вспышка в Красноярском крае, скажите, пожалуйста, используется и планируется ли использование механизмов страхования, поголовья, ну, хотя бы для предпринимателей и для предприятий? Ну, предприятия, ну, тема очень такая серьезная, вы затронули. Страховые компании, если уж так, общая такая справка, очень с неохотой идут в Сибирь. И если мы в такой, ну, положительную динамику страхования животных, по растеневодству вообще практически ноль, понимая риски, связанные с растеневодством в условиях особых сибирских климатических условий. По животным это действительно есть, и существует господдержка в размере там 50% компенсации за то, что ты застраховал животных. Предприятия, которые занимаются индустриально, производством, они действительно идут на это. Те предприятия, которые активно работают с кредитными учреждениями, там обязательное условие при выдаче кредитных учреждений, принесите, пожалуйста, полюс о страховании своего поголовья. С личной подсобной хозяйственности это сложнее, конечно. Здесь, я понимаю, что мы, вот, я был там четверг в Минсельхозе Российской Федерации, у меня был непростой разговор с курирующим замом, именно, который курирует ветеринарию, там, и мы совместно с Минсельхозом еще раз проработаем дорожную карту. Действительно, даже несмотря на отсутствие каких-то нормативных актов по ужесточению, особенно работы с личными подсобными хозяйствами, но, в принципе, даже на территории края мы попробуем совместно с прокуратурой отработать еще некий регламент. Ну, что такое личное подсобное хозяйство, на территории которого находится порядка 400 свиней? Какое же это личное подсобное хозяйство? Это уже больше, чем фермерское хозяйство. Это какое-то, ну, малое предприятие, и к нему должны применяться уже определенные вещи, которые бы наводили там действительно порядок. Поэтому вернемся к этому разговору. Если вас будет интерес, мы на комитете будем это все утверждать. Александр Александрович, пожалуйста. Леонид Николаевич, все-таки по поводу вот этого фермера Морозова. Неоднозначная информация поступает непосредственно из района. То есть человек сам три раза в ветеринарную службу заявлял о том, что у него начали помирать свиньи. Ветеринарная служба там по каким-то бюрократическим причинам тянула с анализом, потом заявила, что это химическое отравление. Он этих свиней благополучно закопал, потом все это скрылось, теперь вы преподносите, чуть ли у него там ни скотомогильник был на земельном участке. Просто не получилось бы так, что крайним сделают конкретного фермера, а очаг по большому счету и не будет установлен. Вы все-таки вот вникните в эту ситуацию более внимательно. Потому что разное говорят. И не совершить бы ошибку. Пострадает человек, который может быть и невиновен, да? А проблема решена не будет. Александр Александрович, я руководствуюсь документами Федеральной службы Росельхознадзора, которые провели проверку. Сам был в этом хозяйстве. И если из 14 пунктов по 9 идет прямое нарушение, можно сейчас о многом говорить. У нас действительно прошел там, ну, считаю, очень негативный момент. Вы знаете, что покончил жизнь самоубийством врач, который работал в этой территории. Можно трактовать это по-разному, но это чрезвычайное происшествие вообще по службе не только там региональной, но и федеральной. Идут следствия также мероприятия. Почему это случилось? Но, по сути дела, я руководствуюсь теми документами, которым доверяю тоже в Федеральной службе. То, что мы излечем уроки из этого, это 100%. Я отвечал Алексею Викторовичу на этот вопрос. Мы вместе с Минсельхозом отработаем дорожную карту и ужесточим требования по содержанию и выращиванию свиней в личных подсобных хозяйствах. Давайте еще раз вернусь. Уважаемые коллеги, информация довольно полная. Давайте посоветуемся. У нас есть возможность с вами без перерыва закончить повестку, если мы с вами там немножко форсируемся. Нет возражений? Тогда, пожалуйста, Владислав Валерьевич, вам итоговый вопрос. Ну да, тут достаточно подробный и четкий доклад Леони Николаевича. Комитет внимательно и публично рассматривал эту ситуацию и в ежедневном режиме. И что тут скрывать? Это моя родина, мой избирательный округ. Понятно, что, к счастью, пока здесь вот ключевое слово «пока» рядом со мной находится председатель и зампредседатель Комитета по здравоохранению. Мы тут активно обсуждали мутацию различных вирусов и как они переходят с одной популяции на другую. Пока этот вирус, к счастью, не опасен для человека. К счастью, не перекинулась эта страшная инфекция на наши промышленные крупные комплексы по производству свинины. Но главное, о чем я хочу сказать сегодня, это огромная трагедия для простых рядовых жителей села. Не мне вам, коллеги, рассказывать, что такое в своем приусадебном хозяйстве, где не 380 голов, а 5-10, вырастить хрюшку, забить ее, ребенка в школу собрать элементарно, ремонт дома какой-то сделать, стайку подремонтировать. И когда приходят ветеринары с полицией, говорят, «Здравствуйте, извините, произошла эпидемия, мы должны забрать у вас, сжечь». Люди на это смотрят, конечно, это для людей настоящая трагедия. Поэтому принципиально и важно, к сожалению, пока общих цифр, которые последуют за ликвидацией этого ЧАЭС, нет. Мы не понимаем, какой объем ущерба, сколько люди получат за то, что у них изъяли скот, свиней. Понятно, что комитет эту ситуацию будет держать на особом контроле. Мы проследим, чтобы все получили соответствующие выплаты из резервного фонда правительства Красноярского края. Остаются у нас вопросы еще, в том числе по фуражу, например, у нас край благодаря этому ЧАЭС. Хотя, несмотря на то, что не очень были, мягко говоря, благоприятные условия, и достаточно много фуража собрали запрещенного вывоза территории, здесь, Ленит Николаевич, нам с вами и с Россельхозом большая работа предстоит для того, чтобы снять эти все ограничения. Принципиально важно здесь озвучить, и, надеюсь, не только на словах, но хотя бы, уважаемые коллеги Алексея Игоревич, уже после всего этого наградить людей, работников ветслужбы, Россельхознадзора, полиции, которые сутками фактически там на юге края работали, приняли на себя этот удар, кордон, это достаточно сложно, все и с психологической точки зрения, и с физической, поэтому, безусловно, мы должны оценить труд этих людей, что, я надеюсь, уже можно сейчас говорить, что эпидемия не началась, удалось локализовать эту страшную инфекцию, ну и, собственно, как уже Ленит Николаевич сказал, всем нам сделать соответствующие выводы, в том числе и на законодательном уровне. Всех, конечно, у нас тоже вызывают вопросы, что такое за ЛПХ с 380 голов, соответственно, каким образом там и полиция сейчас будет разбираться уже, и соответствующие органы, как это вообще произошло, кто там кому о чем говорил, не говорил, но самое главное, еще раз подчеркну, для нас, для нашего комитета, чтобы люди получили компенсацию за этот ущерб. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok